МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты вновь распределяли федеральную помощь. Зелёных красавиц выставили на продажу. А отважные синицы покусились на окуня. Новости на телеканале НИКО+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Федеральный центр выделил Карелии финансовую помощь. Чтобы распределить поступившие 822 миллиона рублей, депутаты Законодательного собрания Республики в срочном порядке собрались сегодня на внеочередную сессию. В начале заседания депутатам представили нового парламентария. Им стал главный редактор газеты «Карельская губерния» Иван Гусев, который заменил во фракции «Яблоко» Ольгу Залецкую. Затем депутаты пришли к вопросу о поправках в бюджет Республики текущего года, которые приняли быстро, без дискуссий. Федеральная дотация оказалась кстати, потому что налоговые поступления в бюджет этого года на деле меньше запланированных. На компенсацию выпадающих доходов решено направить 789 миллионов рублей. «Уточняется в сторону сокращения поступлений, исходя из фактически складывающейся ситуации, прогноз по собственным доходам. И вот разница между вот этим уменьшением прогноза и дополнительной финансовой помощью, порядка 33,5 миллионов рублей, заложена как увеличение доходной части». Эти средства пойдут на социальные выплаты. Пособия на детей, содержание детей-сирот, региональный материнский капитал, субсидии на жилье и на оплату коммунальных услуг. По словам Александра Грещенкова, все обязательства по соц. выплатам, предусмотренные в бюджете на 2017 год, будут выполнены в полном объеме. Две школы построят в Карелии в 2019 и в 2020 годах. Такое решение приняло Министерство образования России. На строительство образовательных учреждений будут выделены федеральные средства. Небольшую часть добавит и республиканский бюджет. Одна школа будет построена в Кимии, будет рассчитана на 1200 учеников. Вторая в Петрозаводске, там смогут учиться 1350 детей. В правительстве республики заявили, что больше всего школа нужна на Древлянке, из-за того, что там активно строится новое жилье. В следующем году будет разработана проектно-сметная документация, а также решены вопросы с выбором и оформлением земельных участков. Пока же на Древлянку вкатили огромное колесо. Лицезреть виды микрорайона теперь можно с нового аттракциона. Чертово колесо установили в минувшую субботу рядом с торговым центром Лотос Плаза. Колесо высотой с 10-этажный дом рассчитано на круглогодичную работу. Виды Древлянки и перевалки можно лицезреть и зимой, и летом. Видно даже озеро. Всего на колесе обозрения 18 кабинок. Каждая рассчитана на 4-х человек. Закрытые кабинки отапливаются, а летом в них работает кондиционер. Удовольствие не бесплатное. Билет стоит 200 рублей. На новой переправе в Соломином ограничат движение. Там пройдут испытания аппарелей. 27 декабря с полуночи до 4 утра запланировано испытание гидросистемы аппарелей на плавного моста в Соломином. Сейчас переправа работает в режиме опытной эксплуатации, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска. Работы будут выполнены специалистами Онежского судоремонтно-судостроительного завода. В мэрии подчеркнули, что для автомобилей экстренных служб проезд может быть обеспечен. Напомним, движение по новому на плавному мосту было открыто 14 декабря. В Карельской столице начали работать елочные базары. Цены на ели по сравнению с прошлым годом выросли на 20%. Продавать зеленых красавиц мэрия разрешила на 8 городских площадках. Немногочисленные елочки на улице Мерецковой не сразу примешь за елочный базар. Деревья скромно примастились на ограждениях у проезжей части. Внимание к ним привлекает дама в красных перчатках, которая торгует елками. По 600 рублей за метр. Такой же ценник и на 7 других площадках, где мэрия разрешила продавать зеленых красавиц. Одна из них на улице Фролова. Продавец говорит, что за день продал два десятка елочек. Поэтому то, что покоится на снегу, остатки. Завоз новых ближе к вечеру. Думаете, красивая? Ну, пойдет. Пойдет? Пойдет. На Древлянке елочный базар тоже выглядит скромно. По словам продавцов, в этом году по сравнению с прошлым еле подорожали в среднем на 100 рублей. Живые елки большим спросом пользуются у организаций. Домой петрозаводчане все чаще покупают искусственные. Но для тех, кто не мыслит нового года без настоящей лесной красавицы, напоминаем, что приобрести ее можно также на Лососинском шоссе, на улицах Чапаева и Антиканина, на проспекте Невского и Октябрьском проспекте. Фотограф и фотоохотник Илья Тимин разместил в интернете забавное видео. Он запечатлел, как голодные синицы пытаются отобрать его добычу. Это видео Илья Тимин снял во время рыбалки на одной из ламбушек в Кондопожском районе. Синицы не побоялись приблизиться к добыче рыбака и даже попробовали лежащего на снегу окуня. А после стали изучать и удочку. В течение дня они летали от рыбака к рыбаку, добывали пропитание, рассказал Илья Тимин. Еще синицы покушались на ледобур и на капюшон. Надежный и проверенный мужской инструмент в Петрозаводске. Где можно найти такое чудо, узнаете прямо сейчас. О новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко. Желаю вам всего доброго. До свидания. По многочисленным просьбам интернет-магазин «Немолоток» вновь представил свой товар в Петрозаводске. Вот этот алмазный диск фирмы «Кайндл» заточит любой инструмент и можно видеть затачиваемую поверхность и контролировать ее через просвет. Насадка идеально заточит ножи, топоры, ножницы. Вот эти универсальные сверла германской фирмы «Арту» могут просверлить и бетон, и камень, и кафель. И они выдерживают нагрев 1300 градусов, то есть не требуют охлаждения вообще. Это шлифовальная насадка «Флексофикс». И здесь подвижное соединение. А если абразив засалился, его легко поменять. Вот такой волшебный брусок легко его очистит и продлит ему жизнь. Для заточки у меня вот такое приспособление. Это шарнирный зажим для дрели. Зажимает дрель под разными углами, как вам удобно, делая из дрели заточной или шлифовальный станочек. Выставка «Мир инструмента» работает с 26 по 29 декабря в экспоцентре на «Гоголе-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова